В одном из домов Барнаула ввели режим повышенной готовности. В стенах здания появились трещины. Скандал вокруг «Хэппи Бэби» не утихает. Стеллу Штань обязали выплатить миллионные проценты по делу об афере с субсидиями, связанными со скандальным детским садом. В Крае начали строить крещенские городки, где организуют омовение в Барнауле. В Барнауле ввели режим повышенной готовности в двухэтажном доме старого фонда на улице Партизанской, 70Б. Накануне вечером жильцам пришлось экстренно эвакуироваться из-за появления трещин в стенах здания. Где сейчас живут люди и какой вариант проживания им предлагают власти? Расскажем далее. Утро 16 января. Улица Партизанская, 70Б. Ни в одной из квартир нам не открыли двери. Накануне жильцов экстренно эвакуировали после их обращения за помощью. Люди заметили в здании новые трещины. Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу администрации Центрального района 15 января. В здании два подъезда и два этажа. Всего 12 квартир. Ранее жилье аварийным не признавали. Дом построили в 1957 году. За это время в нем накопились проблемы. Вечером на адрес жилого дома выехали специалисты администрации. Эксперты зафиксировали трещины снаружи на кирпичной кладке внутренней стены и другие недостатки. И в доме ввели режим повышенной готовности. Жильцам настоятельно рекомендовали покинуть здание во избежание риска и переночевать в пункте временного размещения на базе первой школы. Известно, что всего в доме 16 жильцов. Пункт был развернут на 40 мест предварительно. По состоянию на 23 часа вчерашнего дня заселения не произошло. Комната до сих пор существует, жилое помещение оборудовано. Мы ожидаем жильцов. Но по предварительной информации все жильцы отказались для переезда в пункт временного размещения. То есть разместились у родственников. Сегодня утром власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. На нем обсудили техническое состояние двухэтажки. Сегодняшний день начинается обследование данного здания специализированной организации для того, чтобы принять окончательное решение. Или проводить капитальный ремонт данного здания, или готовить его под снос. Данное заключение должно поступить в течение трех дней, после которого будет принято окончательное решение. Добавим, что ускорить ухудшение состояния здания могло максимально близкое к двухэтажке строительство нового дома. Если это здание признают аварийным и подлежащим сносу, людей расселят в рамках муниципальной программы «Барнаул. Комфортный город» на 2015-2030 годы. А пока в администрации определяют график посещения дома жильцами, чтобы люди смогли забрать домашних животных, технику, необходимую мебель. Их безопасность в это время будут обеспечивать спасатели. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, Алтайский край в этом году не получил федеральных средств на расселение жильцов аварийных домов. Об этом портал «Убанфак» сообщили в Минстрое региона. Дело в том, что в 2023 году в крае должны были досрочно завершить расселение из ветхих домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, и перейти к следующему этапу – домам, признанными аварийными после 2017 года. Теперь же темпы расселения таких зданий в 2024-м остаются под вопросом. На реализацию этой программы с 2019 года Фонд развития территорий за счет федеральных средств выделял более 4 миллиардов рублей. Еще полтора миллиарда добавляла Краевая казна. А сейчас ситуация такова, что край будет вынужден решать проблему за счет своих средств. На 2024 год на эти цели предусмотрели 300 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в муниципалитеты. Что касается программы расселения домов, признанных аварийными после 2017 года, то ее не приняли, хотя параметры сформированы. В нее планировали включить 285 домов общей площадью чуть больше 90 тысяч квадратных метров, где живут около 6 тысяч человек. К другой теме. Два ребенка двух и трех лет погибли сегодня во время пожара в селе Краснощоково. Их мама в тяжелом состоянии госпитализирована. По предварительной информации, пожар начался около 9 часов утра. Не исключено, что источником возгорания стала печь. Детей из задымленного здания вынес сосед пожарный, который тогда находился не при исполнении. Но спасти детей не удалось. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. По части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение смерти по неосторожности двум лицам. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы пожара. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая для установления причин и очага возгорания. Суд по делу Константина Подуна, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги, вновь сделали закрытым. Об этом стороны ходатайствовали сегодня во время второго после объявления пересмотра дела заседания. На нем побывал Данил Кузнецов. Сегодня в суде Ленинского района прошло очередное заседание по делу Константина Подуна. Его обвиняют в удушении бывшей жены Елены в начале января прошлого года. Ее тело было обнаружено на крыше дома. По предварительной версии, в январе 2023 года между бывшими супругами, которые проживали в одной квартире, завязалась ссора. Елена хотела, чтобы Константин выселился. Следователи полагают, что во время конфликта он задушил женщину и пытался скрыть убийство. Спрятал тело, избавился от ее вещей и телефона, маскируя преступление под исчезновение. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве. Сегодня прошло второе после начала пересмотра дела заседание. Напомним, дело начали рассматривать заново в связи с нарушениями в обвинительном заключении. Притом, это заседание прошло в закрытом режиме из-за двух несовершеннолетних детей. Такое решение поддержали обе стороны. Потерпевший, который признан потерпевшим, да, брат, по дуне Елены, он является законным представителем детей малолетних. И он действует в двух интересах, в первую очередь. А поскольку уголовное дело касается в том числе данных, персональных данных детей, что вполне закономерно, что он возражал. Шансы на то, что заседания вновь станут открытыми, минимальные, считают участники дела. Спустя 9 месяцев судебного процесса и года пребывания в СИЗО, Константин Падун выглядел потеряно. С мотивом убийства, в котором обвиняют мужчину, согласны не все. Он приобрел пятикомнатную квартиру. Он ее подарил. Он не являлся собственником этой квартиры. Зачем ему, извините меня, убивать жену? Просто был конфликт. Просто он ее хотел действительно успокоить. Это предстоит выяснить суду. Дело разбирают с самого начала. Повторное рассмотрение, полагают участники, может длиться не меньше предыдущего процесса. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Субсидии на сумму 14 миллионов рублей, которые должны были пойти на развитие детского сада «Хэппи Бэби». Похищенные деньги Стелла Штань вернула, будучи фигуранткой уголовного дела. И Штани Воротникову тогда приговорили к условным срокам. Однако теперь прокуратура и Минэкономразвитие потребовали, чтобы женщины выплатили в казну проценты за пользование чужими средствами. Несмотря на то, что адвокаты пытались оспорить взыскания, Алтайский краевой суд оставил решение без изменений. Если вы в прошлом году продавали имущество, которым владели не больше трех лет, не забудьте отчитаться о доходах до 2 мая. В Край стартовала очередная декларационная кампания. Предоставить декларацию по форме 3НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также физические лица, которые в 2023 году продали движимое или недвижимое имущество. И к нему относятся не только машины, дома и квартиры. Гаражи, земельные участки, машины места, любое другое имущество, то есть мотоциклы, яхты, лодки. То есть любая реализация имущества, соответственно, если предельный срок менее установленного, то, соответственно, подлежит декларированию. Предельный срок владения имуществом – 3 года. Тем, у кого меньше, нужно предоставить декларацию, в которой указать полученный от продажи доход, а также исчисленную сумму налога – 13% от дохода. Тех, кто не предоставит декларацию, ждет штраф. И сотрудники УФНС налог начислят уже самостоятельно. Только налог уже будет исчислен по нашим данным, что не всегда соответствует действительности. И потом налогоплательщику придется, опять же, обращаться в налоговый орган для перерасчета этого налога уже по актуальным сведениям. Подать декларацию можно в самой инспекции, в МФЦ, либо онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог нужно до 15 июля. От творческих мастер-классов до круглых столов. В Барнауле открылся штаб общественной поддержки Алтайского края. Пространство уникально тем, что теперь творческие союзы, общественники и активисты региона смогут безвозмездно проводить свои мероприятия на этой площадке. Валентина Аскерова подробнее расскажет о новом социально ориентированном пространстве в городе. Выставка настольных игр с дополненной реальностью заработала на базе штаба общественной поддержки. Несколько раз в месяц сотрудники некоммерческой организации Центра проектных решений будут проводить для детей познавательные мотивационные игры. Настольная игра с дополненной реальностью цифровая ортель золота Алтая рассказывает о том, как в течение практически пяти веков на территории Алтайского края добывали золото и серебро. Если мы говорим о русско-турецкой войне, то на Алтайском серебре была выиграна русско-турецкая война. А что сейчас происходит в 21 веке? Ребята узнают, играя в эту настольную игру. Не только комнаты настольных игр, но и просторный многофункциональный конференц-зал. Общественным организациям Алтайского края больше не нужно платить за аренду помещений для встреч и мастер-классов. В Барнауле появилась специальная площадка для общественников и представителей творческих профессий. Площадка, которая предоставляется совершенно бесплатно, на безвозмездной основе. Пожалуйста, тепло, уютно, все возможности есть для того, чтобы и собраться, и что-то вместе обсудить, и провести какое-то свое мероприятие, встречу провести. Здесь можно проводить мероприятия различного уровня, то есть как от творческих мастер-классов, так и до круглых столов, арт-сессий, мероприятий. Здесь могут объединяться различные общественные организации, которые существуют в Алтайском крае. Записаться можно будет на сайте общественного штаба, либо через социальные сети, либо по телефону. Вам предоставят место для проведения своих мероприятий. Штаб общественной поддержки оборудован всем необходимым для проведения дискуссий, выставок, лекций. Здесь есть каворкинг, молодежный центр, а также центр приема граждан. Штаб находится на улице Пушкина в нескольких шагах от площади свободы. Это проект, который на территории Российской Федерации не новый. Он новый для нас, для Алтайского края. В прошлом году, теперь уже завершившимся, такие штабы общественной поддержки начали работать в 28 объектах Российской Федерации. Совсем скоро в штабе пройдут мастер-классы по плетению лоскутных одеял, встречи волонтеров, которые планируют поехать в зону проведения СВО. Известно, что на сегодняшний день о желании воспользоваться универсальной площадкой заявили десятки общественных организаций края. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. 200 представителей Алтайского края принимают участие в первом общероссийском форуме «Малая Родина. Сила России». Проходит масштабное мероприятие по поручению президента страны. От Алтайского края в Москве сейчас находится 59 глав муниципальных районов и городских муниципалитетов, а также главы сельских поселений. Форум проходит на ВДНХ, на выставке «Россия». И это, по словам зампреда правительства края Дениса Губина, который возглавляет нашу делегацию, не случайно. Главная цель форума – повысить престиж муниципальной службы в России. Представители Алтайского края уже приняли участие в дискуссиях, заседаниях круглых столов. Сегодня на форуме награждают финалистов муниципальной премии «Служение». В топ-100 вошли представители нашего края. К другой теме. Сегодня ночью реки и озера покрылись льдом. Именно так считали в Древней Руси, когда говорили о Дне Павла Ледостава. И именно в этот день во всем мире отмечают День Ледовара. Это люди, без которых не состоится ни один хоккейный матч. Об одном из них расскажет Дмитрий Дроздов. На Читов-арене пустые трибуны. Сейчас главный герой льда – его создатель Ледовар. Через 20 минут здесь будут тренироваться спортсмены Динамо Алтай. Покрытие должно быть качественным. Олег Григорьев уже много лет за рулем снежной машины. Филигранно проходит каждый участок площадки. Обычному человеку, зрителю, незаметно будет вдоль борта неровности. А для хоккеистов это очень даже нехорошо. Шайба летит уже не в том направлении. И много других погрешностей. Одинаковая толщина льда – первое главное правило ледовара. Он следит за тем, чтобы не срезать лишний лед и не вылить слишком много воды. За одну заливку, кстати, уходит 500 литров. Расскажите, две педали, руль, много рычажков. Какой рычажок за что отвечает и как вообще машина функционирует? Машина надежная, довольно-таки мощная машина. Ну, две педали имеются. Газ и тормоз. Ну, как на обычном автомобиле. Пока все хорошо. Коробка, автомат. Здесь дальше пошли рычаги. Ну, про руль не буду говорить. Функция та же. Функция та же, что и на других машинах. Здесь управление скоростью. Вперед-назад вот этот рычаг. То есть вход вперед и вход назад машины. Вот здесь обороты двигателя. А еще есть рычаг, который включает щетку, подачу воды и шнек. Он отвечает за сбор снега на льду, который срезают специальные ножи. За один раз собирается порядка двух кубов. Работа ответственная и важная. Для каждого хоккеиста лед – одна из главных составляющих, наверное, хоккей. Как наша земля, можно сказать, по ней катаемся. И, естественно, перед каждой тренировкой, игрой проверяем коньки, чтобы они были наточены хорошо, да, без всяких заусенцев. Естественно, на лед выходим. Если лед хорошо подготовлен, то на нем приятнее работать, играть. Так что одно из самых важных составляющих хоккей, да. Так что знайте, что в победах команды есть заслуга и ледовара. А поболеть за барнаульских хоккеистов можно будет уже 18 января. Динамалтай сыграет против горняка УКМК. Начало встречи в 19.00. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле начали строить крещенский городок. Традиционно его обустроят в районе речного вокзала, где и пройдут основные мероприятия. 18 и 19 января в храмах, соборах и церквях города пройдут литургии, после которых горожане смогут окунуться в купель. К празднику здесь возведут и ордань для омовения, и снежную часовню. Рабочим предстоит расчистить купель, подготовить раздевалки, где можно будет согреться. Сотрудники МЧС уже измерили толщину льда на Абим. В районе речного вокзала она составляет 43-45 сантиметров. Это значит, что при температуре в минус 20 одновременно на льду смогут находиться не более 50 человек. Если в день омовения температура будет минус 10, то не более 30 человек. Также барнаульцев предупреждают о том, что вода предназначена только для омовения, пить ее нельзя. Добавим, помимо крещенского городка, в районе речного вокзала купель организуют на озере Пионерское в поселке Борзовая Заимка. Всего в крае будет организовано 41 место для омовения. В минувшие выходные в Барнауле прошел чемпионат и первенство Алтайского края по танцевальному спорту. Соревнование собрало больше 50 пар из Барнаула, Бийска, Новоалтайска. Как соединяется танец и спорт наблюдала Дарья Ерошина. За ограждение не выходить, даже если очень хочется пуститься в пляс. На паркете спортсмены, по периметру судьи. Все внимание голосу арбитра и музыки. Лично я вышла только с болезнью. У меня до сих пор остался кашель. Но все равно я тренируюсь, потому что нужны достойные места, очки. Мне осталось до С-класса три очка. Я очень над этим работаю. У меня есть разряд, а партнеру нужно получить его. И омой подтвердить. Надеемся хотя бы перетанцевать перспективную пару. Только в первом туре пара представляет шесть танцев. Открыли чемпионат двоеборцы, исполнители танцев как европейской, так и латиноамериканской системы. В следующих отделениях танцы только одной из них. Для подтверждения квалификации и дополнительных баллов ча-ча-ча или танго. Споткнулся предупреждение. Костюм не по требованиям, нарушение. За это могут даже обнулять баллы. Готовятся к соревнованиям и судьи для справедливой оценки. Мы сейчас часть государства. У нас же по результатам выступления присваиваются разряды. А значит еще строже. Это не просто классы нашей общественной организации. У нас параллельно есть классы, а есть разряды. А что касается разрядов, это уже требования государства. Люди идут, например, к МС, и там какие-то льготы при поступлении в институт. Это учитывается. А если учитывается, значит условия должны быть крайне жесткие. Переживаем, наверное, мы родители больше, чем сам ребенок. Он уже, поскольку с малых лет занимается, у него выработался какое-то спокойствие, наверное. Может быть даже уверенность. По крайней мере, внешне я не вижу, что он волнуется. По мне это заметно, а по нему нет. Родители помогают своей поддержкой, добротой, опорой. И то, что они могут поддержать, помочь с костюмами и тому подобное. Уровень подготовки участников израстает из года в год, хотя самих спортсменов становится меньше. В этом, по мнению организаторов, сыграли роль и мастерство, и высокие амбиции тренеров. Поэтому среди спортсменов действительно высокая конкуренция, а эксперты отмечают повышение уровня танцевальных пар в крае. Музыка заиграла и думает уже не голова, а тело. Тогда включаются чувства, талант и харизма. Где-то здесь спорт и превращается в высокое искусство. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.